Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Приходит Самвел к маме, та высунулась из подъезда, двери ему открыла. Ключ не работает, а он с посылкой приперся. И вот стоял, ждал, пока она спустится с пятого этажа. Вцепилась она в фундамент, устала, пока спускалась. Пока спустится, пока поднимется, облапает все, что только можно облапать. И перила, и стены. Потом придет домой, а руки помыть даже не подумает. Может спокойно сесть сжирать, ведь никакая холера ее не берет. Итак, пришла посылка, нужно разбирать. Ну, это будет в следующем видео. В этом он только показал эту посылку. Некогда было разобрать. На аватарке уже понятно было, о чем будет речь в этом видео. Опять обезьяна с гранатой, опять телевизор. Вот пока зрители не начнет тошнить, он не успокоится. Но радует, что не только зрители Ютуба смотрят такие ролики. Но и тиктоковским досталось даже больше. Там он больше часа сидел в трансляции. И люди смотрели, как он учит мамку несколькими способами включать телевизор. Она нифига не может понять, как это делать. Да тысячу лет пройдет, она все равно не научится. Это же дохлый номер. Если человек не может справиться со своими ушами. Ну, как она будет включать телевизор? Там для нее это вообще не пойми, что происходит на экране. И в кнопках она запуталась. Там этих кнопок-то раз-два и обчелся. А она в них путается. Когда я посмотрела вот эту трансляцию, вернее, глянула, что это трансляция, и думаю, о нет, еще и тут то же самое. До свидания. Пусть смотрят те, которые не видели это в Ютубе. И я вспомнила, как он говорил, будто зрители в Ютубе другого контента не заслуживают. Так что смотрите вот это. А зрители в ТикТок он палует. Поет, поет, песенки, сказки рассказывает. О смысле жизни размышляет. Да для севки. Зрители что в Ютубе, что в ТикТоке. Одинаковая серая биомасса, которая помогает ему зарабатывать деньги. И которую он ненавидит всеми фибрами своей души. Только пока что тиктоковским он это не показывает. Но пройдет время, и они увидят его натуру. Вот именно поэтому сейчас они получают вот такую трансляцию. Мамка и телевизор. Потому что он терпеть не может. Ему все равно, кому где что показывать. Поднимается он по лестнице, рассказывает. Пожаловали жильцы нижних этажей на капающий кондиционер. Столько времени он висел, никто об этом речи не заводил. И тут вдруг ни с того ни с сего стал капать и мешать. Скорее всего трубочка как-то повернулась. Тащит он коробку на пятый этаж и пыхтит. Ничего-ничо, Севочка. Поднимайся, попыхти, потренируйся. Мамке же полезно бегать с пятого этажа на первый и обратно. Ну вот так же и тебе будет полезно. Побегай. Подошел он к квартире. Оказалось, что мамка закрыла двери. Зачем закрыла, возмущается Самвел. И добавляет совок. Вот злый день тупорылый. Вот именно в Союзе двери и не закрывали. А если и закрывали, то ключи либо оставляли на пороге под половиком. У нас прям возле двери был вбит гвоздик, на котором висел ключ. Не было такого, чтобы зашел чужой человек, открыл двери, проник в дом и что-то украл. Оставляли для других членов семьи, которые должны были прийти позже, чтобы они могли беспрепятственно попасть в дом. Также этот ключ оставляли для родственников, которые могли внезапно нагрянуть. И чтобы они не толклись на улице в ожидании хозяев, а спокойно открыли дом, заходили, отдыхали. Вот вам и совок. Началось в колхозе утро. Сидит Севка в тиктоке до самого утра, а утром никак не может проснуться. Говорит, проспал репетицию в театре. Ха-ха, то ли еще будет. Дойдет до того, что он будет забывать о том, что у него спектакль назначен. В один прекрасный день не явится и туда. Вот тогда действительно будет смешно. Вспомнил он, что писала соседка по поводу кондиционера. Пошел на балкон, смотрит вниз. Куда же летят капли с кондиционера? Увидел, что делать, понятия не имеет. Пусть мастера вызовет, раз сам не бум-бум. Включил видео, пять раз посмотрел. Ну, там все понятно с первого раза. Что там его разглядывать так долго и нудно? Понятное дело, мамку ждал, тянул время. Раз поставил, два поставил, три поставил. Ну, вот прислала ему соседка. Да, действительно, летят и мешают вот эти капли. Из нехорошей квартиры людям, живущим на нижних этажах, никакого покоя нет. Постоянно что-то летит. То цветы, то прокладки, то кости, то кошачья шерсть. То льется на головы людям протухшая вода из-под цветов. Теперь вот до полного счастья не хватало кондиционера. Крутился, крутился, наткнулся на балконе на коробку от телевизора. Начал психовать. Вот расставили тут. Истеричка, психопат. А кто должен вытаскивать эту огромную коробку? Ну, сама по себе она не тяжелая, но она неудобная. Баба Таня ее точно на мусорку не понесет. Чего ждут? Прислугу Зину? Я удивляюсь, что она не прибежала к восьми утра, как это было в прошлый раз, когда они выставили на лестничную клетку использованные бабкины прокладки. Она же прискакала рано утром, забрала этот пакет и отнесла на мусорку. Хотя ее об этом никто не просил. Теперь она уже, как само собой разумеющееся, должна прискакать, схватить эту коробку и отнести на мусорку. Барину мешает вон, стукнулся, психует. Пришла баба Таня, ну и опять началось за рыбу деньги. Все, что он ей вчера объяснял по поводу телевизора, начисто стерлось из ее головы. Ну ладно, мамка уже от старости туго соображает. Но сынок-то ведь не лучше, точно такой же. Вот лишь бы купить на халяву телевизор, да подороже. А подумать сразу во время покупки, сможет мама им пользоваться или нет? Ему даже мысль такая в голову не пришла. Но неужели нельзя было купить максимально простой телевизор? Он еще в трансляции, которую вел в ТикТоке, учил мамку пользоваться голосовым вводом. Цирк с конями, честное слово. То она зашла в меню Ютуба, и вот у нее перед глазами на выбор любые фильмы и передачи. А голосовой ввод? Он даже не может нормально записать, что говорит человек. Даже, ну вот простые слова он записывает. Севка говорит, скажи девчата, ну девчата, сериал, сериал. А потом Самвел стал диктовать имя отца. Арша Луис. Ничего не получается. Он пишет, Арша Луис. Пишет, что попало. Как бы четко ты не произносил это слово. Он просто его не распознает. Севка орет на мать. Нервы все вымотала. Из-за тебя сорвал голос. Ой ли, так ли уж из-за мамки? А то, что по девять часов он сидит в тиктоке, ночь напролет, не спит, не отдыхает, кричит, поет. Даже просто разговаривать. Вы представьте, девять часов сидеть и просто вести диалог. Кто угодно устанет. А он говорит и говорит и говорит. Иногда активно играет. Да-да-да, особенно с Алисой у них вот такие активные игры. А потом просто общается. Еще и песни поет. Конечно, он голос срывает. Естественно. И естественно, что он устает. И то, что он с мамкой сейчас тоже психует и нервничает. Конечно, он срывает голос. Но ни одна мать в этом виновата. Как Севка говорил. Он же как умничал. Все, что с нами происходит в нашей жизни, мы либо допустили, либо заслужили. Служили. Ну вот. Кто ему виноват? Как он людям давал советы? Это же ваша жизнь. Почему вы не предпринимаете никаких изменений в ней? Кто будет за вас это делать? Вот. Поменяйте свою жизнь. Она же ваша. Она же в ваших руках. Делайте. Незачем винить окружающих. Только вы. Вы виноваты в своей жизни. Ну вот. Пусть он и решает эти проблемы, а не орет на мамку, что из-за нее он сорвал голос. Ему тоже какой-то человек написал там, объяснил, как сделать так, чтобы мамке легче было попадать вот в YouTube. Клацал, как страус по кнопкам, клацал. Нифига не смог это сделать. Не знаю, как это сделать. О, сын Макайды такой же Макайденыш, бестолковка. Никогда не посмотрит в инструкцию. Никогда не обратится к интернету, чтобы как можно быстрее понять, что нужно делать. И потом спокойно заниматься другими делами. Сам клацает на кнопки и говорит. С этим телевизором невозможно разобраться. И тут же кидает пульт мамке и говорит. Все легко и просто. Это ты, тупая, не можешь ни в чем разобраться. Потому что за всю жизнь не разгадала ни одного кроссфорда. Ты понимаешь, что с тобой происходит? Это деменция. Бабка, это YouTube. Вот и поговорили. Причем здесь кроссворды и деменция. Понравилось, да? Сколько зрителей писали. У мамки деменция, у мамки деменция. Мамка больная, мамку надо лечить. Он отмахивался, как от мух назойливых, и говорил. Нет у мамки такого диагноза. Водил я ее к врачу. Там проводились с ней всякие эксперименты. Она и часы нарисовала, и циферблат смогла точно распределить все цифры, как они должны идти. Нет у нее этой болезни. Проверяли ее, не выдумывайте. А вот то, что у мамки тук-тук сиди сама открою, это его рук дело. Пока она жила без него, она знала, что ей нужно купить товар, и как можно дешевле, чтобы потом как можно дороже продать. Она знала, как это сделать, она знала, где его купить. Она знала, как ей рассчитать свою пенсию, чтобы ей хватило и на еду, и на комуслуги, на лекарства, и на прочее. А потом он привез ее к себе и стал все делать вместо нее. Таблетки надо? Пошел, купил, принес. Еду надо? Я хорошо, тоже пойду, куплю, принесу. Надо заплатить за комуслуги? Мамка, ты даже об этом не думай. Пользуйся и светом, и газом, и водой, и я сам все заплачу. И все это время, пока она жила у него под боком, что она делала? Сидела и тупела, пока не отупела окончательно. Хотя это еще не окончательно, это цветочки. Ягодки впереди, поэтому пусть скажет себе спасибо. Но он продолжает орать на мать, оскорбляя ее всеми словами, какие только приходят в его голову. Говорит, да ты головой никогда в своей жизни не думала, а только ртом и звездой. Эдик, конечно, плохой, что называл мамку, прости господи. Так это было давным-давно, когда она действительно вела такой образ жизни. То один у нее был алкаш, то другой. И ребенок не выдержал и сказал то, что он видел, то, в чем он жил, вот в этой обстановке кошмарной. Севка же рассказывал, мочится этот отчим пьяный, а мать на него орет. Вот, а что ты ему ведро не поставил, он же палас обоссал. Ну вот представляете, в каком вообще, как жили эти дети, в каком кошмаре. Нормально? Ну вот и бросил он с горяча матери эти слова. А Севка до сих пор, и Ирочка, кстати, до сих пор об этом говорят матери. Себя не видно, да? Только Эдика помнит, что Эдика это говорил. Эдик повзрослел и отпустил ситуацию. Но эти два злобных щенка выросли, но так и остались злобными зверями. За собой они этого не замечают. Они только вспоминают Эдика и его прошлые проступки. Пусть обратят внимание на свои, нынешние. Лазил сам Вэлл по квартире, наткнулся на письмо. Открыл. Там просьба передать деньги, которые вот находятся в этом конверте вместе с этим письмом Зине. Ну и баба Таня начала рассказывать. Приходила к ней Таня. Это случайно не та самая Таня, с которой Надя хотела встретиться. И говорила, что приедет для этого в конце мая или в начале июня. Вот это Таня из Италии. Сказала, что бабе Тане зря сделали операцию. Тоже лезет человек вообще не в свое дело. Операцию уже сделали. Зачем сейчас об этом говорить и поднимать эту тему? Зря зря уже сделали. Все, проехали. Чего поднимать-то эту тему? Вот не надо было это трогать, ваш колен и сусы. Да он у нее вывернулся уже на не пойми куда, в какую сторону. Она постоянно ныла, что у нее болит нога. Сейчас, по крайней мере, она не ноет. Нога у нее не болит. Вообще таких жалоб нет. А то она же не могла ходить. Постоянно говорю, вот все, вот шаг сделала, дальше не могу. Ногу ломит и все. Лежу, нога тоже болит. Хожу, нога тоже болит. А сейчас тишина, боли нет. Потому что болеть нечему. Колено это убрали. Ну и притащила ей какие-то вроде ортопедические стельки. Будто она выздоровеет от них. Будет бегать, как лошадь Пыржевальского. Еще и также нужны под эти стельки какие-то специальные сетчатые кроссовочки. Сивка слушал, слушал. Он и так заведен из лючей. У него не хватило терпения все это слушать. Говорит, вот пусть эта Таня берет тебя под ручку и тащит хоть куда. В магазин, покупает тебе эти стельки, покупает тебе эти кроссовки. Если ее так волнует твое здоровье и дальнейшая судьба, вот пусть решает этот вопрос самостоятельно, не вмешивая севку. А он устал. Он сел напротив матери и говорит, я от тебя устал. Снимать и зарабатывать на ней деньги он не устал. А как только касается больницы или лечения, он тут же устал. Ну что баба Таня? Всю жизнь прожила, как стрекоза. Лето красное пропела. Здоровьем своим не занималась и заниматься нисколько не желала. С 50 лет женщина начала подсекать еще, по сути, не старая женщина. И ее это устроило. Она даже не удосужилась обратиться к врачу, чтобы попробовать решить эту проблему. И еще вот в зачатке умная женщина поняла бы, что с возрастом ситуация только усугубится. Поэтому лучше решить это как можно скорее. А она махнула рукой, ходит с мокрыми вонючими трусами и ладно. Мужики ее к тому времени уже бросили, можно не морочить себе голову. А то, что и само это, дискомфорт от этого. А ничего, чуть-чуть же, как она сказала Ире. Ну тогда так не было, совсем по чуть-чуть подтекало. Да даже по чуть-чуть тебе что, не мешало? Грибок не мешал, недержание не мешало, зубами не занималась. Ей ничего не мешало. А теперь она только умеет пальцы загибать и перечислять Самвелу, какие у нее проблемы со здоровьем и что их желательно решить. Вот хочет, чтобы он ее взял и начал возить по всем врачам, чтобы ее начали во всех местах ремонтировать. К Яси в гости собиралась чужая баба. Ехать нужно к ней два часа, и она готова была переться не пойми куда и не пойми зачем. Вот пусть собирается и чешет сама в больницу. В регистратуре ей объяснят, к какому врачу нужно обратиться, и пусть начинает бегать и лечить себя сама, если она вполне способна поехать к Яси. Мать на детей плевала с высокой горки, когда они были маленькими и нуждались в ней. А теперь, когда она состарилась и нуждается в их помощи, они точно так же плюют на нее. Вот вам и бумеранг. А он, как обычно, без вазелина. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Продолжение следует...